Деревянная кукла Давным-давно в городке на берегу моря жил старый столер Джузеппе по просьбищу Сизый Нос. Однажды попалась ему под руку обыкновенная полена, и решил он что-нибудь из него смастерить. Повертел, повертел и начал его тесать топориком. И вдруг раздался странный голосок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Потише, пожалуйста! Джузеппе огляделся. Везде посмотрел, даже выглянул на улицу. Никого. Что же это могло быть? Он опять взял топорик и ударил по полену. Ой-ой-ой! Говорю же, больно! Джузеппе уронил рубанок, попятился и опустился на пол. Голосок шел изнутри полена. В это время к нему зашел его приятель, шарманщик Карло. Когда-то Карло ходил со своей шарманкой по городам, пением и музыкой зарабатывая себе на жизнь. Но теперь он был уже стар и болен. Здравствуй, Джузеппе. Что это ты сидишь на полу? А я... да так. Винтик маленький потерял. Ну, а ты как поживаешь, старина? Плохо. Все думаю, чем бы на хлеб заработать. А знаешь, что я тебе посоветую? Вот возьми-ка это полено и отнеси домой. Ха-ха. И что же дальше? Что я с ним буду делать? У меня в коморке даже очага нет. А ты возьми ножик, вырежь из этого полена куклу. Научи ее говорить, петь, танцевать. Вот и заработаешь себе на кусок хлеба. Ну что ж, давай, пожалуй, твоего полена. Право не знаю, что из этой затеи выйдет. Но попробую. Карло жил в коморке под лестницей, где ничего у него не было. Только на стене на старом холсте висел нарисованный красивый очаг с котелком, кипящим на огне. Взял Карло полено и начал ножом вырезать из него куклу. Как бы мне ее назвать? Она же будет деревянная. Назову-ка я ее Пуратино. Вырезал на полене волосы, лоб, потом глаза. Вдруг глаза открылись и уставились на него. Карло выстрогал щеки, потом нос, самый обыкновенный. И вдруг нос стал вытягиваться и расти. Нет, нехорошо. И начал срезать кончик. А нос вертелся, не давался, да так и остался длинным, острым и любопытным. Как только вырезал губы, рот сразу открылся. Но Карло уже не обращал внимания на эти проделки и продолжал строгать, вырезать, ковырять полено. Сделал кукле шею, туловище, руки и длинные ноги с большими ступнями. И только поставил деревянного мальчишку на пол, как Буратино, покачался на тоненьких ножках, шагнул раз, другой, скок, скок к двери и на улицу, и побежал. Держите его! Закричал Карло. Ох, ох, на горе себе я сделал деревянного мальчишку, шалунишку. Вот так и родился Буратино. Однажды, когда Карло не было дома, Буратино увидел существо, похожее на таракана, но с головой, как у кузнечика. Оно сидело на стене над очугом. Эй, ты кто такой? Я говорящий сверчок. Здесь я, хозяин. Убирайся отсюда. Хорошо, хорошо. Я уйду, хотя мне грустно покидать эту комнату, где я прожил сто лет. Но прежде, чем я уйду, выслушай полезный совет. Очень мне нужны советы старого сверчка. Ах, Буратино, Буратино, брось баловство, слушайся, Карло, без дела не убегай из дома и завтра начни ходить в школу. Вот мой совет. Иначе тебя ждут ужасные неприятности и страшные приключения. Почему? А вот сам увидишь. Почему? Ах, ты столетняя букашка-таракашка. Да я больше всего на свете люблю страшные приключения. Завтра чуть свет убегу из дома лазить по заборам, разорять птичьи гнезда, таскать за хвосты собак и кошек. Эх, жаль мне тебя, Буратино, жаль. Почему? Потому что у тебя глупая деревянная голова. Ах, так! Буратино схватил деревянный башмак и запустил его в сверчка. На! Старый умный сверчок тяжело вздохнул и уполз за очаг навсегда из этой комнаты. А день тянулся и тянулся и очень хотелось кушать. Буратино подбежал к очагу и сунул нос в кипящий на огне котелок и проткнул холст. Ведь очаг был нарисован. Буратино поглядел в дырку. За холстом на стене было что-то похожее на дверцу. Но еды там не было и Буратино пошел шарить по всем углам. Из-под лестницы показалось какое-то серое существо на низких лапах. Оно шаря по полу подошло к Буратино, понюхало его и поползло мимо, таща за собой длинный хвост. И как же можно было удержаться и не схватить его? Вот Буратино и схватил этот хвост. А это оказалась старая злая крыса Шушара. Она набросилась на Буратино, схватила его за горло и поволокла под лестницу в подполье. Папа! Папа! Карло! Успел только пискнуть Буратино. Дверь распахнулась и вошел папа Карло. Я здесь, малыш! Запустил в крысу деревянный башмак и освободил Буратино. Ой! Вот видишь, до чего доводит баловство. Дай-ка я посмотрю, все ли цело. Я буду теперь умненький благоразумненький, папа Карло. Говорящий сверчок велел мне ходить в школу. Славно придумано, малыш. Но ведь я голенький, деревянненький. Мальчишки засмеют меня в школе. Да, да, ты прав. Сейчас что-нибудь придумаем. Где-то у меня была цветная бумага, старые сапоги. Будут тебе и туфли, куртка и шапочка с кисточкой. А как же я пойду в школу без азбуки? Эгэ, да, ты прав, малыш. Подожди, подожди меня, я сейчас вернусь. Ну, Буратино, вот тебе азбука. Иди в школу и учись. Какие большие буквы и красивые картинки. Ой, а где же твоя куртка? Куртку-то я продал. Но ничего, я обойдусь и так. Главное, чтоб тебе было хорошо. Папа Карло, вот я выучусь, вырасту и куплю тебе тысячи новых курток. Рано утром Буратино взял азбуку и побежал в школу. По дороге он старался не смотреть на разные сладости в лавках, на мальчишек, запускающих бумажных змей. Но чем ближе он подходил к школе, тем громче играла веселая музыка у моря, где стоял большой балаган, украшенный разноцветными флажками. Ну, если я только взгляну и послушаю немножко, ничего же не случится и сразу бегом в школу. Решил Буратино и побежал к морю. А там уже стояла большая толпа и все читали огромную афишу. кукольный театр только одно представление. Торопитесь! А сколько стоит входной билет? Четыре сольда. Деревянный человечек. Мне ужасно хочется посмотреть кукольный театр. Купите у меня, пожалуйста, за четыре сольда мою курточку. Нашел, дурака. Ну, а мой колпачок? Да им только головастика плавит. А мою новую азбуку? С картинками? Да, с чудесными, с чудесными картинками и большими буквами. Вот. Ладно, азбуку, пожалуй, возьму. Вот тебе четыре сольда. Буратино купил себе билет и сел в первый ряд. Занавес поднялся и представление началось. Из-за картонного дерева появился маленький человечек в длинной белой рубашке с лицом обсыпанным белой пудрой. Здравствуйте, почтеннейший публик. Меня зовут Киро. И сейчас мы разыграем комедию под названием «Девочка с голубыми волосами» или «Тридцать-три подзатыльника». Меня будут колотить палкой, давать пощетчины подзатыльники. Это очень смешная комедия. Тут выскочил другой человечек, весь клетчатый, как шахматная доска. Здравствуйте, я Орликин. Ты чего хнычешь, дуралей? Я грустный, потому что я хочу жениться. А почему ты не женишься? Потому что моя невеста от меня убежала. Ха-ха-ха! Ты заслуживаешь, чтобы тебя поколотили? А как зовут твою невесту? ты не будешь больше дразниться? Да я же только начал. Ее зовут Мальвина или девочка с голубыми волосами. Вот тебе еще три подзатыльника. Нет, вы только послушайте, почтеннейшая публика, но разве бывают девочки с голубыми волосами? Тут Орликин обернулся к публике и вдруг в первом ряду увидел деревянного мальчишку с длинным носом и ртом до ушей. Глядите, это же Буратино! Да-да, живая Буратино! Да это же Буратино! Буратино! На сцену из-за картонных деревьев выскочило множество кукол и они все затараторили. Буратино, к нам! К нам, веселый плутишка! Буратино запрыгнул на сцену, все куклы бросились его обнимать, целовать. И тут из-за сцены высунулся страшный пристрашный человек. Густая борода волочилась по полу, выпученные глаза вращались, огромный рот лязгал зубами, будто это был не человек, а крокодил. А в руке он держал семихвостую плетку. Это был хозяин театра, доктор кукольных наук, сеньор Карабас Барабас. А-а-а! Как это ты помешал моему представлению? А вы что стоите? Продолжайте! Продолжайте! Кому А тебя, деревянный мальчишка, я сейчас проучу. Ты как раз сделан из сухого полена, вот я тебя и подкину в огонь, и мое жаркое быстро зажарится. Бедный я, несчастный, никому меня не жалко. Ты, перестань греметь! Кому говорю? Будьте здоровы, Синьвел. Спасибо. Родители у тебя есть? У меня никогда не было мамы, Синьор. Несчастный я. Да перестань ты! Перестань визжать, говорю тебе. Перестань! А что, отец у тебя жив? Мой бедный отец еще жив, Синьор. Воображаю, каково ему будет узнать, что я на тебе и жарил кролика и двух цыплят. Цыплят, а, цыплят, а, Этькен! Мой бедный отец все равно скоро умрет от голода и холода. Я его единственная надежда и опора в старости. Пожалуйста, отпустите меня, Синьор. Десять тысяч чертей! Никакой жалости не может быть и речь им! Я хочу есть жареное мясо! И я буду есть жареное мясо! Полезай в очаг! Но, Синьор, я не могу этого сделать. Это еще почему? Я уже пробовал однажды сумнуть нос в очаг. И только проткнул в нем дырку. Как это? Почему? А потому, Синьор, что очаг и котелок над огнем были нарисованы на куске старого холста. Эй! 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 И где же ты видел такой очаг? Отвечай! В коморке моего папы Карло. Твой отец Карло? Так... Так значит, это в коморке старого Карло находится потайная дверь. Так, 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 так... Ну, хорошо. Я... Я, пожалуй, сегодня поужинаю недожаренным кроликом и цыплятами. Ох! Я... Я дарю тебе жизнь, Буратино. И вот еще что. На вот, возьми эти деньги. Отнеси их Карло. Кланяйся от меня и скажи, что я прошу его ни в коем случае не умирать от холода и голода. И самое главное, не уезжать из коморки, где находится очаг, нарисованный на старом холсте. О, благодарю вас, сеньор. Я все передам. Вы доверили деньги в надежные руки. Буратино пересчитал деньги. Золотых монеток было столько, сколько пальцев на руке. Пять. И повежал домой. Но тут, на пыльной дороге, он повстречал уныло бредущих лису Алису, ковыляющую на трех лапах, и слепого кота Базилио. Здравствуй, добренький Буратино. Чуденький Буратино. Куда это ты так спешишь? Давай, к папе Карло. Уж и не знаю, застанешь ли ты в живых бедненького Карло. Он совсем плох от голода и холода. А ты это видела? Добренький, хорошенький Буратино. И что же ты будешь делать с этими деньгами? Куплю куртку для папы Карло и новую азбуку. Азбуку? Через это проклятое учение я глаз лишился, совсем ослеп. Вот и я. Училась, училась. А смотри, хожу на трех лапах. Нет, не доведет тебя до добра это учение. Умненький, благоразумненький Буратино. А ты хочешь, чтобы денег у тебя стало в десять раз больше? Конечно, хочу. А как это сделать? Да проще простого. Пойдем с вами. Куда? В страну дураков. И твои пять золотых превратятся в кучу денег. Много, много денег. Да ну, врешь. Не вру. Я тебе сейчас все объясню. В стране дураков есть волшебное поле. Называется поле чудес. На этом поле выкопай ямку. Скажи три раза крекс, пекс, пекс. Положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь солью, хорошенечко полей и иди спать. А на утро из ямки вырастет небольшое деревце и на нем вместо листьев будут висеть золотые монеты. Много, много денег. Понятно. Врешь. Пойдем, Базилио. Нам не верят. Нам не верят. Ну и не надо. Нет, нет. Верю, верю. Идемте, идемте скорее я в страну дураков. Долго они шли через поля, виноградники, рощи. Под вечер увидели старый дом у дороги с вывеской над входом Харчевня трех пискарей. Зашли в Харчевню. Эй, хозяин, дайте к нам три корочки хлеба. Ха-ха-ха. Это веселенький Буратино шутит с вами хозяин. Принесите нам вон того чудно зажаренного барашка, того гусенка, да парочку голубей навертили. А мне шесть штук жирных карасей и мелкой рыбки на закуску. Ау! В общем, съели они все, что было на очаге. У лисы и кота животы раздулись, морды залоснились и завалились они спать на мягких постелях. А у Буратино осталась лишь корочка хлеба, да собачья подстилка в углу. В полночь хозяин разбудил Буратино и взял с него золотой за ужин, так как лиса Алиса и кот Базилио уже ушли. И Буратино побежал к лесу. Но кто-то бежал вслед за ним. Его догоняли двое. На головах мешки с прорезями для глаз. стой, стой, ай, ай. Буратино свернул с дороги и сунул в рот четыре золотых, но разбойники все же схватили его. Кошелек или жизнь? Где твои деньги? Кошелек или жизнь? Деньги, паршивец, разорву в клочки, голову отъем. Вот где у него деньги. Потому и мычит. Во рту деньги. Деньги во рту. Давай-ка потрясем его хорошенько. Вниз головой. Вниз головой. В этот момент Буратино как-то изловчился и укусил разбойничью руку. Но это оказалось не рука, а кошачья лапа. Буратино вывернулся из лап и кинулся в колючую ежевику. Перелез через кустарник и побежал к лесу. Разбойники за ним. Через густые ветки орешника Буратино увидел красивую лужайку и посреди ее маленький домик в четыре окошка. На ставнях нарисованы солнце, луна и звезды. Вокруг цветы, а из фонтана била тоненькая струя воды. Буратино на четвереньках влез на крыльцо и постучал в дверь. Помогите! Помогите, добрые люди! Кто там так громко кричит? Девочка, откройте дверь, за мной гонятся разбойники. Ах, какая чушь! Я хочу спать, я не могу открыть глаза. И не кричите, пожалуйста, так громко. Окошко закрылось, и тут к Буратино подскочили разбойники. Теперь ты от нас не уйдешь. Мы заставим тебя отдать деньги. Жаль, конечно, что мы потеряли нож и пистолет. Ничего, пусть повисит на ветке вниз головой, а мы посидим, подождем, когда у тебя вывалятся изо рта золотые. А чего сидеть, пусть висит до вечера, мы пока пойдем поищем харчевню. Поедим чего-нибудь. девочка с кудрявыми голубыми волосами широко открыла заспанные глазки. эта девочка была самой красивой куклой из всего кукольного театра сеньора Карабаса-Барабаса. Не в силах выносить грубых и жестоких выходок хозяина, она убежала из театра и поселилась в уединенном домике на поляне. Открыв глаза и посмотрев в окошко, девочка тотчас увидела Буратино, висящего на ветке вниз головой. Ах, какой ужас! Под окном появился благородный пудель Артемон. Кудрявая шерсть была аккуратно расчесана, кисточка на конце хвоста была перевязана черным бантиком, на передней лапе красивые серебряные часы. Артемон, позови кого-нибудь. Надо снять бедняжку Буратино, отнести в дом и пригласить доктора. И Артемон кинулся к веревке, перегрыз ее и оттащил Буратино в дом, а потом помчался в лес и привел оттуда знаменитого доктора Сову, медсестру Жабу и народного знахаря Богомола. Пациент скорее мертв, чем жив. А пациент скорее жив, чем мертв. Одно из двух. Или пациент жив, или он умер. Если он жив, он останется жив. Если он мертв, его можно оживить, или нельзя оживить. Шарлатанство! Невежество! Ква! Ну как же мне его лечить? Косторкой! Косторкой! Ква! Ква! Не надо! Не надо касторки! Я очень хорошо себя чувствую! Буратино, умоляю тебя, зажмурься, зажми нос и выпей! Не хочу! Не хочу! Не хочу! Я тебе дам кусочек сахару, если будешь меня слушаться. Ну, открой рот. Раз, два, три. Вот и все. Наутро Буратино проснулся веселым и бодрым. Девочка с голубыми волосами ждала его в саду, за маленьким столом. Она велела ему сесть за стол и налила ему чашку какао. Буратино, вытащите из-под себя ногу и опустите ее под стол. Не ешьте руками, для этого есть ложки и вилки. Кто вас воспитывает, скажите, пожалуйста? Ну, когда папа Карло воспитывает, а когда никто? Теперь я займусь вашим воспитанием. И снимите ваши лохмотья, вам дадут приличную одежду. Вот так влип, подумал Буратино. От приличного сидения за столом у него по всему телу поползли мурашки, а надевать девчоночи обноски ему было просто стыдно. И сопя носом он спрятал в карман куртки четыре золотых монеты. Теперь сядьте прямо. Не горбитесь, мы займемся арифметикой. Предположим, у вас в кармане два яблока. Врёте? Ни одного. Я же говорю предположим. Некто взял у вас одно яблоко. Сколько у вас осталось яблок? Два. Два. Подумайте хорошенько. А что тут думать-то? Два. Я же не отдам некту яблоко. Ни за что не отдам. Мне очень жаль, но у вас нет никаких способностей к математике. Займемся диктантом. Пишите. А роза упала на лапу Азора. Написали? А теперь прочтите эту волшебную фразу наоборот. Но мы-то с вами знаем, что Буратино никогда даже не видел пера и чернильницы. Поэтому, чтобы писать, он обмакнул свой нос в чернильницу и очень испугался, когда с него на бумагу упала клякса. Девочка всплеснула руками и у нее даже брызнули слезы. Вы гадкий шалун! Вы должны быть наказаны! Артемон, отведи Буратино в темный чулан! Пудель схватил Буратино и запер его в чулане. А Мальвина заплакала, но воспитание нужно доводить до конца, если уж взялась за это дело. Ой, Буратино, друг мой, вы раскаиваетесь наконец? Очень нужно мне раскаиваться, не дождетесь. Жаль, тогда вам придется просидеть в чулане до утра. Дурная девчонка, так не сиди, так не ешь. Ребенок может еще букваря не освоил, она сразу за чернильницу хватается. Нашлась воспитательница. Тебе чего, мышь летучая? Я отведу тебя в страну дураков, там ждут тебя друзья, кот и лиса, счастье и веселье, пора Буратино. Здесь в углу чулана есть крысиный ход в подполье, жду тебя на лужайке, давай скорее, торопись. Выбравшись из домика через крысиный лаз, Буратино выбежал на лужайку и побежал за летучей мышью, которая привела его на край обрыва, с которого он кубарем скатился, шлепнулся в лопухи, а когда пришел в себя, перед ним стояли кот Базилио и лиса Алиса. А, храбренький Буратино, должно быть, с луны свалился. Странно, как он остался жив. Зато ты попал в страну, дураком. Буратино обрадовался старым знакомым, хотя ему показалось подозрительным, что у кота перевязана правая лапа, а у лисы Алисы весь хвост испачкан в болотной тине. Добренький Буратино, я покажу тебе эту удивительную страну, где продаются знаменитые куртки на зайчьем меху для папы Карла, азбуки с картинками, сладкие пирожки, леденцовые петушки на палочках. Ты ведь не потерял свои денежки, чудненький Буратино. Так вперед! А надо сказать, что это была уже середина ночи, но в городе дураков никто не спал. По грязной кривой улице бродили тощие собаки, козы с драной шерстью щипали пыльную траву, шатались от истощения куры с выдранными хвостами, за сломанным мостом виднелись полуразрушенные домишки, чахлые деревья с обломанными ветками, но леса тащила Буратино все дальше и дальше, на пустырь, где валялись битые горшки, тряпки и рваные башмаки. Ну вот мы и пришли. Сегодня последняя ночь, когда можно сеять. К утру соберешь кучу денег и накупишь всякой всячины. Ха-ха-ха-ха! Ты помнишь, что надо делать? Выры ямку, потом клади золотые, землю присыпь, солью посыпь, зачерпни из лужи и хорошенько полей. И не забудь сказать Крэкс-фэкс-пэкс. Все запомнил. Да, 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 да. Но только вы все-таки отойдите подальше. Ой, боже мой! Да мы и смотреть не хотим, где ты зароешь деньги. Боже, сохрани! Мяу! Кот Базилио и лиса Алиса отошли немного, спрятались за кучей мусора и стали наблюдать, как Буратино закапывал четыре золотых монетки, засыпал, посыпал солью, поливал водой и уселся ждать, когда вырастет дерево. Они-то думали, что Буратино уйдет спать, а он все сидел и сидел на мусорной куче и ждал чуда. Тогда лиса Алиса побежала в полицейский участок и сообщила дежурному бульдогу, что на пустыре обнаружен опасный воришка Буратино и что всем гражданам города грозит ужасная опасность, если его не задержать. Дежурный бульдог приказал двум доберманам сыщикам доставить опасного преступника Буратино в участок. И те помчались на пустырь, схватили ничего не подозревавшего Буратино и потащили в полицейский участок. А кот и лиса времени даром не теряли, выкопали золотые монеты и тут же скрылись из города. А дежурный бульдог, обыскав Буратино и ничего не обнаружив, кроме кусочка сахара, кровожадно засопел на Буратино и обвинил его в трех преступлениях. Первое, что он беспризорник, второе, беспаспортный и третье, безработный. И напрасно Буратино пытался рассказать про папу Карла, про свои приключения. Сыщики схватили его, оттащили за город и с моста бросили в глубокий грязный пруд полный пиявок и лягушек. Буратино шлепнулся в воду и зеленая ряска сомкнулась над ним. Но ведь он был из дерева и поэтому не мог утонуть, но очень испугался. Вокруг него собрались все обитатели труда, пузатые головастики, пиявки, личинки и любопытные лягушки. Тьфу, пошли прочь, я вам недохлая кошка. Ну вот, все мальчики и девочки напились молока и спят в своих теплых кроватках. Один я сижу здесь мокрый, холодный, голодный. зеленая ряска на поверхности пруда заколебалась и появилась большая змеиная голова. Буратино от страха замер, но это была не змея, это была старая черепаха тортила. Ах ты безмозглый, доверчивый мальчишка, с коротенькими мыслями, сидеть бы тебе дома, да прилежно учиться, а тебя занесло в страну дураков. Так я же хотел добыть побольше золотых монет для папы Карла. Я очень хороший и благоразумный мальчик. Твои золотые монеты украли кот и лиса. И я слышала, как они хвастались, что выкопали твои деньги, и даже подрались из-за них. Эх ты дурачок. Ну не надо, не надо ругаться, тут человеку помочь надо. Что я теперь буду делать? Как я вернусь к папе Карла? Помоги мне, тортила, пожалуйста. Вот вот, однажды я уже помогла одному человеку, а он потом из моей бабушки и дедушки наделал черепаховых гребенок. Что ж, посиди тут на листьях, а я поползаю по дну и, может быть, добуду одну полезную вещицу. Тортила втянула змеиную голову и опустилась на дно. Прошло много времени, прежде чем она снова появилась, держа во рту маленький золотой ключик. Возьми этот ключик, Буратино, я даю его тебе. Его обронил на дно пруда человек с огромной бородой. Ой, он так просил, чтобы я отыскала ключик на дне, но я тогда была очень сердита на людей. А бородатый человек много рассказывал про этот ключик, но я все забыла. Помню только, что им надо отворить какую-то дверь, и это принесет счастье. У Буратино сразу же забилось сердце, загорелись глаза, вот она настоящая тайна. Он сразу забыл про все свои несчастья, поблагодарил черепаху, взял ключик и поплыл к берегу, но никто не указал ему дорогу из страны дураков. И Буратино бежал, куда глаза глядят. Он бежал так быстро, что звезды теперь как бешеные неслись за черными ветками. Бежал так долго, пока не задел ветку, и ему под ноги не свалился маленький человечек в белой рубашке с длинными рукавами. Буратино схватил его за щеки белые, как зубной порошок, и расцеловал. пиро, как ты сюда попал? Так это ты скакал верхом на сером зайце и свалился мне под ноги. Буратино, спрячь меня поскорее, эти собаки гонятся за мной. Зачем? Сеньор Карабас-Барабас преследует меня, он нанял в городе полицейских собак, и они меня ищут. Почему? Потому что я узнал тайну золотого ключика. Что? Совершенно случайно, я в этом не виноват. Так быстрее, быстрее же рассказывай. Я знаю, где ключик лежит, как его достать, и что им нужно открыть одну дверцу. Я подслушал тайну, и поэтому сеньор Карабас разыскивает меня. Вот. Но это вышло случайно. Ну, рассказывай, рассказывай. Однажды, когда все куклы спали, я один не спал. Я думал о девочке с голубыми волосами. Ха! Нашел, о ком думать. Я вчера от нее убежал. Буратино, ты знаешь, где она? Ты видел мою мальвину? Отведи меня к ней. Но сейчас темно и опасно. Лучше расскажи еще про тайну золотого ключика. Однажды к сеньору Карабасу пришел Дуримар, продавец лечебных пиявок. Я просунул голову в комнату и услышал весь их разговор про черепаху Тортилу, про то, как Дуримар отказался взять у нее золотой ключик в обмен на то, чтобы он оставил обитателей пруда в покое, не мутил воду, вылавливая пиявок. Но Дуримар отказался. И что было дальше? Я слышал, как сеньор Карабас закричал, что он раздобудет этот ключик, чего бы ему это ни стоило. А потом пойдет в город, войдет в один дом, проникнет в комнату под лестницей и отыщет маленькую дверцу. И мне стало так интересно, что я весь высунулся из-за занавески. И тут сеньор Карабас увидел меня. Он бросился на меня, но запутался в своей бороде. Я даже не помню, как очутился за окном, как перелез изгородь, упал на что-то мягкое, схватился за чьи-то уши. Это был серый заяц. Он спас меня. Буратино, ну что нам до этой тайны? Мы никогда не увидим счастья. Ты так думаешь? А это ты видел? А золотой ключик. Когда солнце поднялось над скалистой вершиной, Буратино и Пьеро вылезли из-под куста и побежали через поле к домику, где жила Мальвина. Пудель Артемон сидел на крыльце, а Мальвина сидела за кукольным столиком на лужайке, когда появились Буратино и Пьеро. Вот, я его привел. Воспитывайте. Ах, какое счастье, что вы оба живы. Мальчики, вступайте немедленно мыться и чистить зубы. Артемон, проводи мальчиков к колодцу. Нет, ты видела? У нее бзик в голове. Мыться, чистить зубы, кого угодно сосвету живет своей чистотой. Все же они помылись, позавтракали и Пьеро даже прочитал ей свои стихи. Но тут на песчаной дорожке появилась жаба и сообщила, что старая выжившая из ума тортила рассказала Карабасу-Барабасу все про золотой ключик. И что он с полицейскими собаками будет через четверть часа. Надо было бежать. Мальвина побежала переодеваться, а Артемон притащил узлы с домашними вещами. Пьеро отчаянно заламывал руки, и только Буратино не растерялся. Он отдавал команды. Но когда они вышли из густой травы на гладкое поле, из леса высунулась склоченная борода Карабаса-Барабаса. Ага! Ха-ха! Вот они! Ну держитесь! И увидев беглецов, он спустил на них полицейских собак. Первым опомнился Буратино. Еро! Бери Мальвину и бегите к Лебединому озеру. Артемон, скидывай тюки, снимай чеши, будешь драться сами. На помощь! Звери, птицы, насекомые наших бьют! Спасайте ни в чем не виноватых и ребятных человечков. На помощь! И все звери, птицы, даже насекомые набросились на Карабаса-Барабаса и его собак. Их кусали жуки. Их жужелицы клевали птицы, мухи и бабочки застилали свет, ежи кололи своими иголками. Виск и вой стоял по всему полю. Буратино забрался на сломанный ствол сосны и повис на суку, дразняк Карабаса-Барабаса. Дяденька, 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 не догонишь, не догонишь, не догонишь, не догонишь. Потом спрыгнул на землю и начал бегать вокруг сосны. А Карабас-Барабас пытался догнать Буратино, и борода обматывалась вокруг дерева, плотно приклеиваясь к смоле. Когда борода кончилась, Карабас-Барабас уперся носом в дерево. А Буратино показал ему длинный язык и побежал к Лебединому озеру искать Мальвину и Пьеро. За ним на трех лапах ковылял потрепанный Артемон, а на поле остались лежать два полицейских пса и покусанный, приклеенный к дереву доктор кукольных наук сеньор Карабас-Барабас. Благородному пуделю Артемону перевязали лапу и поставили градусник. Буратино принес воды, набрал веток, развел у входа в пещеру костер и сварил какао. Мальвина заставила мальчиков помыть руки, почистить зубы и только тогда разрешила сесть завтракать. Посовещавшись, все трое решили пока остаться в пещере. Артемон он должен был поправиться, ну не оставлять же его одного, спасаться так вместе. Но Буратино не оставляла мысль, что он так и не узнал секрета Карабаса-Барабаса и золотого ключика. И он решил, во что бы то ни стало, узнать эту тайну. Буратино пустился бежать по следам Карабаса-Барабаса и Дуримара. Он видел, как на берегу ручья Дуримар ставил директору кукольного театра компресс. И потом они побрели к харчевне трех пескарей. И у Буратино появился план. Он подкрался к большому петуху, угостил его крошкой печенья и попросил разрешения спрятаться за его великолепными перьями, чтобы добраться до очага. Петух толком ничего не понял, но Буратино схватил его под крылья за бока, прикрываясь его хвостом, пробрался к очагу, шмыгнул мимо ног хозяина, влез вовнутрь глиняного кувшина и там притаился. Карабас-барабас и Дуримар как раз подкреплялись жареным поросеночком. А чтобы было куда бросать кости, поставили пустой кувшин, в котором как раз и находился Буратино. И посыпались на его голову кости и корки Дуримар и Карабас уже выпили много вина и изрядно захмелели. И тогда Буратино решился. Открой тайну, несчастный! Открой тайну! Ты... Ты что? Дур... Дуримар! Это не я. А... А кто же сказал, чтобы я это... открыл? Тайну? Не знаю. Открой тайну! Иначе не сойдешь с этого стула, несчастный! Какую тайну? 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 Черепахи тортилы! Ну ты... Скажу! 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 Только замолчи, нечистая сила! Замолчи! Где находится дверь, которую открывает золотой ключик? и... Дверь у старого Карла в коморке с задрисованным очагом! Тут дверь в харчевню отворилась и хозяин представил Карабасу-Барабасу двух вошедших Лису-Алису и кота Базилио. Эти ребята! Сказал он, за деньги кого хочешь вам найдут. Если сеньор Карабас-Барабас подарит нам на бедность десять золотых, мы отдадим вам в руки негодяя Буратино, не сходя с этого места. Вот именно! Не сойти мне с этого места! Ну хорошо! Карабас-Барабас вынул десять золотых. Лиса пересчитала деньги, вздохнула, отдавая коту половину и указала лапой. Он в этом кувшине! У вас под носом, сеньор! Карабас схватил со стола кувшин и швырнул его об пол. Из кучи обглоданных костей выскочил Буратино и бросился как стрела во двор прямо к петуху вцепился в его генеральский хвост. А петух ничего не понимая растопырил крылья и пустился бежать под гору через дорогу по полю к лесу. Когда же глупый петух остановился, Буратино отпустил его помятый хвост и пошел туда, где сквозь листву блестело лебединое озеро. «Но что это? Вот пещера, но в пещере никого, ни Мальвины, ни Пьеро, ни Артемона». У Буратино отчаянно забилось сердце, его друзья исчезли. И только крот пискляво чихнул и рассказал, что его друзей забрали губернатор города дураков лис и сыщики за то, что они поколотили лучших полицейских города при исполнении обязанностей. Они связали его друзей, кинули в тележку вместе с узлами и уехали. «Надо спасать товарищей», подумал Буратино и побежал по следам колес. Обогнул озеро, вышел в поле, дошел до обрыва и внизу увидел грязный пруд по дороге к пруду спускалась тележка. В ней ехали важный губернатор лис, на козлах сидел жирный кот, на узлах лежали мальвина, пьеро и весь запинтованный артемон. Позади тележки шли два добермана пинчера. Вдруг они подняли собачьи морды и увидели наверху обрыва Буратино и тут же сильными прыжками начали взбираться по косогору. И Буратино ничего не оставалось, как сложить руки над головой и с обрыва ласточкой кинуться вниз в грязный пруд. Но ветер подхватил легонького Буратино и закружил, завертел его и швырнул прямо в тележку на голову губернатора Лиса. От неожиданности и страха губернатор свизгом кинулся удирать и залез в барсучью нору. Жирный кот притворился, что упал в обморок. А сыщики, не найдя нигде губернатора, которого должны были охранять, побежали в город дураков. Но не успели наши друзья прийти в себя, как на косогоре показались Карабас-Барабас, Дуримар, Лиса-Лиса и кот Базилио. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Сам золотой ключик идет мне в руки! Ха-ха-ха-ха! Буратино торопливо придумывал, как же выпутаться из этой новой беды. Но на этот раз не было никакой надежды. Идите, Идите ко мне, деточки Мне просто лень к вам спускаться Разрешите свернуть шеи этим нахалом Эй, ты, директор кукольного театра Старый пивной бочонок Жирный мешок, набитый глупостью Спускайся к нам Ну, сейчас посмотрим Эх, я... Одежды на спасение не было никакой И Буракина просто храбрился Еще минута, и все было бы кончено И тут наверху косогора появился старый папа Карло Рукава засучены, в руке палка, брови нахмурены Он плечом толкнул карабаса-барабаса Локтем Дуримара, дубинкой по спине обел лису Алису А сапогом отпихнул кота Базилио Буратино, Пьерой и Мальвинов забрались наверх Папа Карло брал их поодиночке и грозил пальцем Вот баловниги и клал за пазуху Потом он взвалил на плечи Артемона и пошел по дороге в город Карабас-барабас со втянутой головой и облезлой бородой Шел за ними вслед Куклы мои, отдай Отдай, говорю, отдай Папа Карло, ни почем не отдавай Ну хочешь, я тебе дам за кукол Сто золотых Ну продай, ну продай Нет, если б ты был добрым, хорошим директором театра Я бы тебе так и быть отдал маленьких человечков А ты хуже всякого крокодила Не отдам и не продам Убирайся Карло спустился с холма И не обращая никакого внимания на Карабаса-барабаса Вошел в городок Папа Карло отпер дверь в свою коморку под лестницей Снял с плеча Артемона и положил на койку И за пазухи вынул Буратино, Мальвину и Пьеро Посадил их рядышком на стол Мальвина сейчас же сказала Так, папа Карло, прежде всего займитесь больной собакой А вы, мальчики, немедленно мыться Ах, мои платья Они на дне оврага в лопухах Ах, жаль Вы, конечно, все голодны А у меня дома ни крошки и в кармане ни сольда Ну, ребята, довольно хныкать Папа Карло, а ну-ка, отбери от стены этот дырявый холст Ну, зачем, сынок, сдирать со стены такую прекрасную картину? Даю честное кукольное слово У тебя будет настоящий огонь в очаге Чугунный котелок и горячая похлебка Сдирай холст! Буратино так уверенно говорил Что старый Карло взял клещи, молоток и стал отдирать холст Потом обмел паутину и все увидели небольшую дверцу На которой были вырезаны смеющиеся рожицы А посередине пляшущий человечек с длинным носом Да это же портрет Буратино! А вот и ключик от дверцы Папа Карло, открывай! Потайная дверца открылась Они вошли в нее и стали спускаться по крутой каменной лестнице в подземелье Из отверстия в стене лился голубой свет Они пролезли в отверстие и попали в красивую круглую комнату Посреди которой стоял чудной красоты кукольный театр С боков занавеса поднимались две башенки В одну из них были вделаны часы, а сбоку висел ключик Папа Карло взял его и завел часы На правой башенке открылись два окошка из разноцветных стеколок И поднялся занавес Такой красоты никто, даже папа Карло, никогда не видывал Это был райский сад И все здесь было живое Птицы, звери А потом на сцене появилась городская площадь По которой катил игрушечный трамвайный вагончик Девочки и мальчики выходили на балкончики домов Папа Карло, Мальвина, Пьеро не могли опомниться от восхищения Ну что, видели? Значит, недаром я мокнул в болоте у тетки Тортилы В этом театре мы поставим комедию Золотой ключик Или необыкновенные приключения Буратино и его друзей Горабас-барабас сидел в своем театре В отвратительном настроении С утра не было продано ни одного билета в театр Часы пробили шесть Но в зрительном зале было пусто А все куклы удрали А напротив его театра Перед большой, новой, полотняной палаткой Стояла толпа У входа в стеклянные будочки сидела мальвина И продавала билеты Папа Карло в новой бархатной курточке Вертел шарманку и весело подмигивал публике Артемон тащил из палатки лису Алису Которая прошла без билета Кот Базилио тоже был без билета Успел удрать И теперь сидел на дереве под дождем А на входе в палатку На помосте Стоял длинноносый Человечек В колпаке И выкрикивал Первое представление Занимательной, увлекательной комедии Из жизни деревянных человечков Истинное происшествие о том Как мы победили всех своих врагов При помощи остроумия, смелости И присутствия духа Представление начинается! Субтитры создавал DimaTorzok